Пока живешь, надейся, пока сидишь, учись. Примерно такой принцип в казенных образовательных учреждениях. За решеткой нужно перевоспитывать, а эффективнее всего это делать трудом, квалифицированным, подтвержденным корочками. Первая ступень школа, затем ПТУ. Вступительных экзаменов нет, достаточно получить профессию. В ПТУ при исправительной колонии номер 4 обучают на несколько специальностей. Столер, швеи, газоэлектросварщики. Это, кстати, самое популярное. Обучение, ровно как и в обычном учебном учреждении. Есть экзамены, конечно же, оценки, ну и в конце квалификационная работа. Вторая по популярности профессия – швея. В этой исправительной колонии самое большое швейное производство. Сотрудники нужны всегда. Обучение длится три месяца. Сначала теория, потом практика, а уже после – экзамен. В процессе обучения мы сдаем ряд обязательных практических работ. Они будут демонстрироваться в комиссии. Ну, знание техник на основе техники безопасности, потому что предоустраивает нас официально, соответственно, со стажем, со всеми этими моментами. Документ об образовании не будет иметь упоминания о исправительном учреждении. Ну, для меня это важно. Например, я планирую по освобождению, возможно, работать по этой профессии. Мастер производственного обучения находится от осужденных за решеткой ради безопасности. Отсюда объясняет в тонкости технологии, указывает на ошибки. Никого не ругает. Подход старается найти к каждому. Что-то вот приходит у нас абсолютно с нуля человека. И если ему интересно, наверное, я не знаю, то есть он уже швёт. То есть он абсолютно неумелый. Если они кто хочет, они, конечно, уже шьют хорошо. У большинства учащихся нет никакого образования. Им учиться сложно, ровно как и слушаться, и безоговорочно выполнять задания. Большинство стараются, но не все. В том году, к моему стыду, ну, попался такой осужденный, недобросовестный, обучался плохо, я выдал ему справку. Я не могу допустить, чтобы осужденный, как говорится, заниматься квалификацией или там поддел какой-то, что заработал, то и получил. И он у меня шёл, выдал справку, чтобы прослушал. От того, насколько осужденный старается, зависит разряд, который он получит после обучения. А уже от этого его зарплата на производстве и трудоустройство в дальнейшем на воле. Выгоду хорошей учёбы здесь объясняют уже на первом занятии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кинишма. В этом году 55 лет.